джонки всем привет сегодня будет парфюмерное видео вы писали мне в инстаграм в директ под другими видео что вам интересна парфюмерная тема поэтому я хочу рассказать о коллекции своих ароматов но здесь такой нюанс эти все парфюмы присутствуют в миниатюрах то есть они мне нравятся но иметь их в полном размере я не рискую также должна сказать что у меня в определенный момент было слишком много парфюмов и уже где-то от шести из них я избавилась немного стараюсь сузить свою коллекцию я ухожу от того чтобы иметь 30 и более ароматов мне хочется иметь 5 но может быть 10 но очень знаковых для меня и чтобы у людей ассоциировалась именно с этими ароматами и начну я свой рассказ вот такого аромата комда герсон двоечка его я получила в обмен на один из своих ароматов и он мне очень приглянулся он мне понравился здесь объем 9 или 10 миллилитров пользуюсь им достаточно часто брала его с собой в путешествии вы мне задавали много вопросов этот аромат мне нравится очень комплиментарный по крайней мере от своего мужа если слышу комплименты также пробовала этот аромат наносить на него то есть он унисекс может как на мужчине звучать так и на женщине какой женщине подойдет но он очень провокационный авангардный ну собственно говоря чего можно ожидать от дома ком де герсон от рэй кавакуба это непростая одежда точно так же и ароматы очень непростые я вставлю наверное где-то картинки коллекции одежды от рэй кавакуба чтобы можно было понимать если вдруг вы не знакомы с ее творениями что можно ожидать от этого человека этот аромат мне очень близок он очень мне нравится не только потому что он комплиментарный вот в нем есть что-то такое что мне нравится в ароматах отчетливо слышу аромат чернил и по истечении времени немного где-то не главную роль играет ладан то есть второстепенную а вообще для меня это как моноаромат чернил хотя этот парфюм создавали как две стороны светлую темную за светлую сторону отвечают натуральные компоненты такие как 0 мандарин и альдегиды а за темную корень дягеля и мускатный орех долго не буду останавливаться на этом аромате могу сказать одно что я не сразу поняла парфюмерию от дома ком де герсон определенное время меня она оставляла равнодушной но не хладнокровной но равнодушной моя любовь началась с аромата black pepper он мне понравился но это был парфюм моего мужа но я иногда его заимствовала назовем так но этот парфюм мне нравится больше чем black pepper если вы хотите еще какой-то красивый аромат с звучанием черного перца я оставлю правильное название потому что на французском языке от дома за different company с правильным произношением подпишу что это аромат с черным перцем сравните послушайте какой он больше нравится ком де герсон либо с different company но мне кажется у за different company он звучит более многогранно не так топорно черный перец звучит дальше хочу показать еще один аромат который я также выменила на парфюм который мне был не нужен это герлен insolence здесь совсем было немного и я часто им пользовалась поэтому я думаю этот аромат у меня после этого видео уйдет буквально за неделю для меня этот аромат почему-то всегда оказался чем-то девочковым возможно я как-то бегло слушала его в магазине но на самом деле это аромат для более зрелой женщины мне кажется совсем молоденьким он не подойдет пахнет для меня каким-то бабушкиным комодом ну зрелой женщины в общем он не отдает заявлен как фруктовый и цветочный фруктов и здесь абсолютно не слышал вот цветы какие-то очень тяжелые начальные ноты бергамот вот скорее всего только бергамот в начальных нотах я и слышу красные ягоды лимон и малина малины и лимона я вообще здесь не слышу средние ноты апельсин роза фиалка скорее всего роза и фиалка для меня здесь являются солирующими в сочетании с бергамотом и также почему-то здесь слышу какие-то мыльные ноты хотя по моему в описании они не заявлены вот есть немного мыла на первых порах но потом она уходит конечные ноты бабы тонко смола смолы абсолютно я здесь не слышу и также ирис мускус и сандаловое дерево от себя могу добавить что это очень шлейфовый мощный сильный аромат который поглощает всю комнату мне кажется с этим ароматом необходимо быть немного осторожной и он больше для каких-то вечерних прогулок каких-то театральных выходов но вечерних это точно на день я себе слабо представляю хотя я грешу и использую такой аромат но совсем в маленьких маленьких количествах как ни странно комплиментарный но я уверена что если бы мой муж послушал вот так просто за тест он бы сказал фу какая гадость она мне он раскрывается очень красиво нравится мне этот аромат отвела я с ним душу не знаю сняла какую-то оскоминку благодаря вот этим вот обменом на те ароматы которые мне не пользовались он состояли у меня без дела а так принесли мне за невероятно какое-то счастье маленькое счастье и так дальше я хочу рассказать о миниатюре шанель беж для меня было приятным удивлением что это эксклюзивная линия существует в миниатюрах показывать близко упаковку я не буду потому что мои дети испытывали какую-то особенную любовь именно к этой упаковочке и они ее затягали затрепали у нее непрезентабельный вид здесь 4 миллилитра и почти весь флакон я использовала причем очень легко использовала на одном дыхании конечно же мне бы этот парфюм хотелось иметь в полном размере и еще определенный аромат из этой коллекции мне бы хотелось иметь очень красивый я вообще испытываю некую любовь к парфюмерному дому шанель есть в этом определенный шарм и для меня парфюмерия шанель иногда звучит намного лучше чем определенные нишевые торговые марки вот не всю нишу я могу назвать нишей сейчас нанесу его где-то почему-то этот аромат когда я его заказала показался мне немного отдаленно схожим шанель 19 пудровая версия но это только на первых порах и первое время было потом как я начала разнашивать этот парфюм я была удивлена что он невероятно стойкий даже после того как я искупалась помыла волосы я отдаленно лежа на подушке слышала этот просто манящий аромат я сейчас так слушаю словно он у меня нанесен просто воспоминания проматываю в своей голове ассоциации которыми с этим ароматом это очень красивый аромат цветочный хотя я не испытываю особенной любови к цветочным ароматом и так как я сказала это цветочный аромат год создания 2008 начальные ноты фрезия боярышник средние ноты франжи пани конечные ноты красный жасмин и мед если коротко об этом аромате он сдержанный интеллигентный действительно у него правильное название если бы возможно было описать в ароматах цвет беж вот наверное действительно он так и выглядит как нельзя кстати подобрали не знаю то ли название к этому аромату то ли к названию аромат но он красивый интеллигентный и сдержанный и скорее всего этот аромат подойдет для деловых встреч на каждый день и на выход очень универсальный и не скрою мне хочется этот аромат иметь в большом объеме но пока у меня из эксклюзивной линии только один аромат если вам интересно я ставлю ссылку внизу заходите смотрите мое старое видео парфюмерии шанель и там детально рассказываю дальше хочу показать вот такой набор от estee lauder конечно же детально рассказывать о всех пяти парфюмах я не буду я начну на нас истории как появился у меня этот набор я хотела долго какую-то иметь косметику из коллаборации стил аудер и виктория бэкхэм и муж соответственно слышал как-то через слово видимо о моем желании из одной из командировок он мне привозят вот этот набор говорит я знаю что тебе нравится эта косметика и решил тебе купить вот такие духи я подумала почему-то я ассоциируюсь у него с этим ароматом и слушал ли вообще он как звучат эти ароматы честно говоря долго стоял метод набор запечатанный мне даже как бы особенного интереса не было распечатывать эти парфюмы и по-моему мы куда-то ехали то ли отдыхать то ли еще что-то в общем был какой-то повод мне распечатать этот набор я его раскрыла послушала и влюбилась в некоторые из этих ароматов остальные мне конечно же понравились немного меньше но в принципе они довольно были ничего и я могу сказать что вот эти два аромата красненьких модерн мюз леруш и леруш глосс я надеюсь так читается произносится были моими любимыми и я брала с собой в поездку в париж именно так сладко для меня звучал париж на тот момент и он до сих пор ассоциируется не с этим запахом после поездки я долго сохраняла аромат берегла его там крошечки которые мне остались и иногда по-прежнему я открываю флакончик слушая аромат и куда-то меня уносит в это путешествие с которым связаны самые добрые воспоминания в общем так для меня звучит сладко париж какой-то у меня был снобизм по отношению к этому аромату хотя ароматы достойные и хорошие и так что я знаю о этой современной музе по-моему вот этот первый был создан современная муза это парфам этот парфюм был создан для того чтобы дом и стил лаудер вернуть на олимп парфюмерной индустрии и точно так же почему-то парфюмеры любят сочетать и я назовем это так в парфюмерии так же как в ком де гарсон светлое темное здесь сочетают мужскую женскую часть за мужскую часть отвечают древесные ноты а за женскую часть отвечает жасмин начальные ноты здесь по-моему мандарин мандарины я вообще наверно не слышу в парфюмерии для них как-то не существует средние ноты сердце сердце аромата тубероза обожаю туберозу практически в каждом парфюме она присутствует белая лилия и жасмин конечные ноты амбра пачули ваниль древесные ноты и мускус для меня все эти пять ароматов отдаленно похожи друг на друга но какие-то мне нравятся больше какие-то меньше кстати меньше всех мне нравится вот эта современная муза шик и вот этот розовый аромат меньше всего где-то посередине находится классический первый и вот этих два красненьких мои самые самые любимые один из них восточный этот для руж здесь присутствует шафран ваниль роза и он такой для меня прям близкий близки мне по духу а тут тоже присутствует кожа мед ваниль также шафран красивые стойкие ароматы я должна сказать как для люксовых ароматов он уходит очень красиво и нет вот этого неприятного какого-то я не знаю есть некоторые ароматы которые уходят некрасиво вот не могу объяснить что именно мне не нравится как-то размыто есть ароматы звучат вот здесь этого нет если он уходит он уходит красиво так не буду долго останавливаться на музе хочу рассказать еще про armani code девочки задавали мне вопрос где покупала armani code есть также любительница этого аромата как я говорила этот аромат был моим парфюмерным я много лет назад еще училась в университете и кстати меня определяли по этому аромату я была администратором приходила открывала магазин был двухэтажный магазин спортмастер и девочки знали допустим если я заменяла одного администратора говорили странно сегодня же должен работать миша а пахнет катей и и духами и они приходили там сижу я это мы тебя услышали мы знали что будешь ты потому что ароматы вот он мой был парфюм и ангел демон живанши таких два но на тот момент мне кажется для моего возраста это был прямо жестячок наверное как-то мне хотелось быть серьезной дамой мне казалось я занимаю какую-то важную позицию и нести себя в мир позиционировать мне серьезно вот это было мое парфюмерное я девочки и этот аромат муж также привез из дьюти-фри поэтому если вы любите этот парфюм посмотрите дьюти-фри но по моему в магазинах бракард я видела этот аромат не могу сказать что это какая-то диковинка и редкость возможно походите по сайтам еще поищите я не буду останавливаться очень долго на armani code я вообще очень с трепетом отношусь к этому модельеру к этому человеку к его истории успеха и для меня наверное важно в том насколько я люблю аромат либо какое-то произведение искусства этого человека имеет значение его история и вот когда я смотрела историю успеха джорджи армане честно говоря я прослезилась я плакала для меня важны вот такие истории они помогают верить в что-то хорошее свои силы и стремиться к лучшему конкретно останавливаться на этом аромате я не буду я хотела именно девчонкам рассказать что еще можно найти этот аромат вот еще должна сказать почему я люблю миниатюры потому что их удобно брать с собой в путешествие и это так классно что потом с этими ароматами ассоциируется путешествие сразу сочетается две самых лучших вещи в жизни путешествие и парфюмерия что-то такое женственное исконно женская какая-то вещь вот все мои хорошие на этом буду я завершать и конец да не конец я хотела бы подарить аромат вот интимиссиями какой-то одной из своих подписчиц в заголовке видео я не буду писать что здесь конкурс чтобы девочки не подписывались которые ходят именно по ютюбу и ищут конкурсы мне хочется чтобы этот аромат достался действительно мой подписчица человеку который он нужен и он принесет счастье этим ароматом я честно скажу девочки пользовалась но так вот он выглядит все-таки это не помада не тональный крем вы решайте для себя хотите вы участвовать не хотите нужен вам этот парфюм вообще он очень красивый сладкий конечно же он выполнен в таком же стиле как и мне нравятся ароматы одно время я им пользовалась совсем немного дома у меня был как домашний такой теплый аромат потому что в нем присутствуют какие-то мне казалось как алкогольные нотки чем-то мне напоминает какой-то коньяк с какими-то шоколадными конфетами он звучит красиво достойно неплохой аромат так что если вы хотите девочки из любой страны города пишите просто комментарии как обычно вы знаете напишите еще пожалуйста возраст мне если это для вас не тайна мне почему-то интересно знать возраст моих подписчиков но это только если для вас станет тайной и не проблема назвать свой возраст участвуйте пишите город участвую и потом рандомно я разыграю этот аромат конечно же лайк под видео это такое условие и комментарий и подписка на мой канал все теперь точно все просто сейчас занимаюсь тем что я почищаю все сусеки свои одежду аксессуары косметику то чем я не пользуюсь я хочу отдать людям которым эта вещь принесет больше пользы вот и ровно через неделю наверное как выйдет это видео спустя неделю я сделаю розыгрыш объявлю в инстаграме и этот парфюм уедет свои новые обладательницы и принесет я надеюсь больше счастья чем все девчонки на этой ноте я буду заканчивать до скорой встречи всем пока